Во многих играх, фильмах и мультфильмах используется образ викингов в рогатых шлемах. Этот образ настолько плотно засел в головах людей, что порой трудно убедить их, что на самом деле это миф. Но, как и у любого мифа, у него есть свои корни. Давайте узнаем, откуда же пошло заблуждение о викингах в рогатых шлемах. Но перед началом я хотел бы напомнить, что в моей группе по выжиганию для каждого подписчика действует скидка на портрет на дереве. Поэтому, если вы захотите порадовать своих близких подарком, смело вступайте в группу или напишите мне в личные сообщения. Существует несколько версий о том, кто же приписал викингам этот защитный элемент. Считается, что первыми образ рогатых чудовищ создали христианские священники и монахи. Думаю, нетрудно догадаться, по какой причине они это сделали. Викингов называли дьявольскими отрутиями, чертями и прочими нелицеприятными вещами. Естественно, что у чертей на головах рога. Более того, постепенно с распространением христианства меняется и отношение к скандинавским богам. Бог-кузнец Вёлунд приобретает демонические черты, а позже его напрямую ассоциируют с сатаной. Если вы читали «Мастера и Маргариту», то наверняка помните колоритного персонажа Воланда. Таким образом, первое свое рождение миф о рогатых шлемах получил еще в раннем Средневековье. Но спустя 8 столетий шведский живописец Август Маймстрюм дал новый толчок развитию данного мифа. В 1820 году он нарисовал иллюстрации к поэме «Сага о Фритьефе», где викинги были изображены в рогатых шлемах для пущей экспрессии и устрашения. Ну а дальше понеслось. Позже эти рисунки увидел Карл Доплер, создававший костюмы для артистов оперы Вагнера «Кольцо небелунгов». В дальнейшем собирательный образ викинга распространяется на многих полотнах скандинавских художников XIX века. Миф постепенно закрепляется в головах людей. Историки же давно развенчали этот миф. Самая банальная причина – отсутствие археологических находок. До сих пор не было найдено ни одного рогатого шлема, относящегося к эпохе викингов. Отсутствует также и изображение, за исключением ассбергского корабля, останки которого были обнаружены в 1904 году. На нем изображен мужчина в рогатом головном уборе. Однако здесь стоит отметить, что речь идет о погребальной ладье, и шлем с рогами несет, скорее всего, сугубо ритуальный характер. Средневековые путешественники и историки ни разу не упоминали о рогатых шлемах. Да и само по себе использование шлема с рогами в бою является странным и не всегда целесообразным. Поэтому, если вам кто-то когда-нибудь будет затирать в интернете о викингах в рогатых шлемах, смело объясните ему, откуда у этого мифа растут ноги. Или просто скиньте ссылку на данный ролик. Спасибо вам за просмотр. Если вы хотите посмотреть на действительно крутые и масштабные сражения с участием викингов, то можете глянуть мои зарисовки по мотивам Total War. Субтитры создавал DimaTorzok